Всю жизнь Николай Сутыркин посвятил этому заводу, а именно 33 года. Эта квартира досталась семье Сутыркиных в 95 году по договору найма служебного жилого помещения. Когда заехали, были только голые стены и проводка. Чтобы оформить квартиру в собственность, Николай должен был отработать на заводе до пенсии. Таковы условия договора. В этом году мужчина должен был уйти на пенсию, вот только получается, что не он ушел на заслуженный отдых, а его ушли. Не дав доработать до пенсии всего три года, мужчину сократили. Они специально это сделали. Я зашел еще к бухгалтеру, говорю, как так-то. Она говорит, ну выкупай. И сумму назвала, я уже забыл, по рыночным суммам. Я говорю, как так-то. Говорю, хотя бы высчитать там, что я ремонт делал, полы стерил. Они даже мне не дали 10 дней доработать. Так бы мне 33 года бы я проработал, мне бы как ветеран труда не дали доработать даже. Экономят деньги. Все эти годы Николая в судах приходится доказывать, что он не по своей воле ушел с завода. Причина в ликвидации предприятия. А значит договор аренды мужчина не нарушал. 2019 года в отношении заволота и кровли арбитражным судом города Москвы принято решение о состоятельности банкротства данного предприятия. Веда процедура конкурсного производства. Конкурсное производство процедуры подразумевает под собой реализацию имущества, которым принадлежит данному предприятию. А месяц назад семья узнала, что их квартира уже принадлежит другому человеку, который купил ее даже не глядя. Оказывается, жилье продали с торгов. Это было возможно только за наличный расчет. То есть у семьи даже не было шансов на ипотеку или кредит, чтобы срочно выкупить квартиру. Так что сегодня Сутыркиных еще и выселяют из этих стен через суды. Мы надеемся, что как бы зимний период мы здесь еще останемся, так как есть у нас несовершеннолетний ребенок, вот дочь моя, 5 лет. Все равно не хочется покидать как бы эти стены, потому что я здесь пошла и в первый класс из этой квартиры. Юрист семьи будет настаивать на том, что именно банкротство предприятия оказалось тем самым непредвиденным обстоятельством, которое помешало исполнить договор. А пока человек, который 33 года трудился на свой город и край, остался в 60 лет без работы и квартиры, на которую зарабатывал всю жизнь. Только травму, что она мне дала, это произвести. 33 года я поехал там. Мы отправили запрос в предприятие и еще обязательно вернемся к этой теме. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком.